Здарова банда, с вами Варчик. Хочу сегодня с вами поговорить на такую вот тему. А как давно вы получали какие-то положительные эмоции от игры World of Tanks? Побомбить там это всегда понятно, это всегда бывает, это всё ясно. Но вот именно положительные эмоции от хорошего боя якобы за результат. Поделюсь своим мнением, впечатлением. Я вот играю в последнее время и набиваю нормальный результат. Конечно есть люди, которые ещё больше набивают, но это уже кто на кого учился. Я якобы должен там радоваться, гордиться, наверное должен хвастаться, бегать к каждому, ссувать этот результат в лицо, смотри какой я нагибатор, профессионал, просто вообще киберспортсмен почти. Но блин, я сыграл, сыграю один бой, второй, третий, там десяток боёв, потом у меня подгорит, всё, я наигрался и как бы всё. Никаких особо положительных эмоций нету. Не ценю результат в бою в игре World of Tanks. То есть вообще, вроде набиваю хороший результат на достаточно сложных танках, мастеросы, большие результаты по ВН-8, по статистике, по урону. И чё-то вообще, короче, ну вот, нету никакой гордости за этот результат. Вот вообще нету. Я просто как робот, вот специально взял даже этот реплей, я еду тупо по своему идеальному маршруту, по которому я уже езжу не первый год. Я просто по нему еду, стреляю в одни и те же дырки, в одни и те же прострелы и всё, как бы. Я даже играю не столь аккуратно, сколько играл раньше. Проехался, побахал 5 косарей урона вообще не глядя. И результат, короче, чё-то, ну, а чё вообще гордиться им, я не знаю, если он легко добивается. Легко получил результат, чё его ценить? Вот если бы мне было бы сложно, я бы ещё задумался. Либо наигрался, либо из-за того, что результат легко получаю, поэтому не ценю его. Закинул на каждый танк чуть больше голды, чуть больше допайков. Ну, хотя допайки у меня и так почти везде стояли. Ну, начал чуть больше ещё урона набивать. Разницы особо я не заметил по чувствам. Ну, набиваю. Ну, в чатике больше на стриме охают и ахают, опять 6 тысяч урона. Не знаю, вот чё-то не хватает, какого-то интереса, что ли. Раньше ты играл, то марафончики какие-то были, там надо кучу опыта наиграть. Кто-то играл, все старались, ехали куда-то. Сейчас все по кустам стоят на красной линии. Сейчас сделали какой-то, типа, ну, не знаю, можно назвать это марафон, не марафон. На фошика сделали. Фош 155. Типа, у кого его нету, выкачайте, либо у кого он есть, купите. Он у вас будет в ангаре, и тем, у кого он есть, вы получите и нового фоша, и старый у вас останется, но станет акционным. Я так поиграл, 6 часов на стриме, на 8 уровне ветки фошиков, на mx, чё-то там, чё-то там. А зачем мне 2 фоша на 10 уровне, если я буду качать ветку, на которой невозможно играть? Зачем оно мне надо? Если я могу подождать следующего патча, они перебалансят фошей, и я просто на барабанных фошах этих, в 8-9 уровне докачаюсь до 10, то есть на более-менее возможных играбельных танках я поиграю. Заодно и зрителям покажу, что это такое новые вот эти фоши. А качать сейчас, я чё-то тут вообще не пойму, зачем мне 2 фоша на 10 уровне? Даже какие-то марафоны шлаковые, то на 6 уровень какой-то марафон, который даже задание, я не читал задание, и всё равно он там получил, я даже не глянул, получил я его или нет, мне вообще насрать, вообще полностью. Вели ранговые бои, но ранговые бои, полная помойка получились. Ранговые бои не для топ-статистов получились, а для людей, которые могут сыграть максимально много боёв за этот месяц, в котором проходили ранговые бои. Что это за ранговые бои? Называли бы их не ранговые бои, а задротские бои. Пишите своё мнение в комментариях, с вами был Варчик. Играйте красиво!